приветствую вас на нашей очередной лекции меня зовут алексей варапаев я не помню по вам в прошлом году я вам не читал про метрики качества поиска и читал прошлом семестре нет в этом а точно чё-то вижу лица некоторые знакомые и че-то вспоминаю вроде меня чуть вперед показалось что в первом семестре мы читали ладно сегодня мы с вами поговорим про альтернативный информационный поиск на самом деле текстовым поиском который большую часть курса вы здесь изучали дело не ограничивается на самом деле поиск информации это дело гораздо более широкая и сегодня для примера я вам расскажу как работает поиск по лицам все пробовали пользоваться приложением find face все пробовали или многие не знают что это за приложение вы можете себе на досуге поставить она там стандартная то есть идея простая вы фотографируете своего соседа кого угодно это приложение находит этого человека в социальных сетях по фотографии вот причем она не зависит там от ориентации освещенности чего угодно там прически очков и так далее тому подобное точность высоченной то есть можете представить да там 140 миллионов пользователей соцсети и как бы по одной фотографии находит человека ну по крайней мере меня и добрую часть моих друзей эта штука находит соответственно сегодня мы с вами поговорим как это работает в чем проблема смотрите проблема в поиске по людям заключается в огромной вариативности того как может выглядеть человек на фотографии то есть понятное дело что если бы все фотографировались исключительно там фаз при определенном освещении при определенном размере было бы на парад проще там вычислить геометрические пропорции раз раз и нашли но по факту у нас есть искажение и по большей части их можно разделить на четыре вида первый вид это искажение позы да то есть в одном случае человек смотрит в кадр в другом случае человек смотрит куда-то в бок искажение освещенности да то есть при каких условиях сделано фотография вспышкой тому подобное искажение связанные с одеждой да это все вот один человек но тут бы даже я наверно не узнал что это один человек и соответственно искажение связанные с мимикой человека тоже могут очень сильно мешать соответственно наша с вами задача разработать такой алгоритм который по заданной фотографии несмотря на все вот эти вот искажения сможет сможет находить людей соответственно для того чтобы разрабатывать какой-то алгоритм нам в любом случае нужны модельные данные правильно соответственно задача поиска по лицам это очень старая задача ее решают с тех пор как смогли вообще загрузить изображение в компьютер во всех фантастических фильмах вы видели датасет существует достаточно много на эту тему но и вот такой вот один из самых таких известных и популярных называется лейблит фейс из инвалид размещенные лица в дикой природе соответственно что он себя представляет это порядка 6 тысяч человек по каждому человеку несколько фотографий в сумме 13000 фотографий и они размечены где кто и соответственно эти люди эти фотографии они не какие-то там постановочные это как бы натуральные фотографии этого человека просто кропнутая до размера лица ну и соответственно примеры того что есть в этом датасете ну соответственно видим да что с разными мимиками в разных условиях тут на улице кто-то в помещении так далее тому подобное по вот этой ссылке в принципе можно найти достаточно неплохой обзор внутри этого датасета ну то есть это не просто датасет это на самом деле целый такой маленький competition без призов на котором мы следовательно могу сравнивать свои алгоритмы внутри есть достаточно много разных треков то есть что можно делать с лицами ну в общем случае да у нас есть например задача поиска да когда дано лицо и нужно найти кому он соответствует а есть например задача идентификации которая состоит в том что нужно сказать что этот человек тот за кого себя выдает на самом деле все-таки немножко разные задачи плюс сверху у нас есть достаточно много вариаций этих алгоритмов например можно ли использовать внешние данные или алгоритм должен обучаться только на этих данных мы уже получаем разные алгоритмы разные скоры поэтому треков достаточно много сегодня что мы будем о чем мы с вами будем говорить я вам устрою такой небольшой исторический обзор того как развивались эти алгоритмы где-то с момента появления нейронных сетей до собственно примерно сегодняшнего дня небольшой плюс-минус ну и соответственно мы увидим как постепенно эти алгоритмы усложнялись как эволюционировали идеи и собственно как сделал так чтобы это работало ну и соответственно трек который нас интересует и все это на примере вот этого competition да то есть как они там эти алгоритмы исторически появлялись как их скоро рост так мы с вами будем сегодня рассматривать ну и соответственно рассматривать мы будем это на примере unrestricted with labeled outside data, то есть что это означает? Это означает, что мы решаем задачу поиска, и наша задача поиска ничем не ограничена. То есть для построения алгоритма мы можем использовать любые внешние данные, в том числе размеченные. То есть любое количество внешних фотографий, которые вы сможете достать, данные вот этого датасета, они выступают только как проверочные в данном случае. Ну и, соответственно, прежде чем мы начнем говорить про машинные какие-то алгоритмы, стоит рассмотреть тот алгоритм, с которым каждый из вас сталкивался. Это алгоритм органической нейронной сети, которая стоит в вашей голове. Вопрос, насколько хорошо люди распознают лица. Ну то есть нам кажется, что мы практически всегда лица узнаем правильно, но, наверное, каждый из вас в жизни хоть раз обознавался кого-то, да, было же такое дело. Вот, и, собственно, это и есть ошибки. Соответственно, что мы можем сделать? Мы берем лица из нашего датасета, картинки, генерируем некоторое количество пар. Вот в данном примере их, по-моему, около 6 тысяч было. И, соответственно, предлагаем эти пары лиц людям сказать, это один человек или разные люди. Ну, соответственно, половина этих пар – это один человек, половина пар – это разные какие-то люди. Ну и, соответственно, что у нас получается? Если мы берем вот такие вот полные картинки, то качество, которое дает человек, это 99,2 accuracy. То есть почти всегда, да, но, тем не менее, в 0,8% случаев у нас происходит фейл. Человек говорит, что это один человек, на самом деле это разные люди. Соответственно, дальше возникает вопрос, что влияет на распознавание того, как человек распознает лицо. И, соответственно, здесь следующий вот этот небольшой такой мини-ресерч, он еще был мотивирован. Большинство алгоритмов, которые существовали на момент проведения вот этого сравнения, они работали как? Они находили конкретно лицо, вырезали вот рамочку этого лица и уже с ней работали. Ну и, соответственно, давайте попробуем сделать то же самое. То есть берем лицо, находим, вырезаем его вот таким вот образом и даем человеку. И мы видим сразу, что качество падает. Сразу у нас становится 97,53. Мы видим, что на самом деле контекст, в котором находится человек, там, не знаю, его прическа, окружение, где он находится, да, ну тут вот видно, что человек на премии Оскара просто с разных углов сфотографировал. Вот и так далее и тому подобное, и оно все дает. И провели еще один забавный тест. Взяли, соответственно, лица убрали, то есть это инвертированный кроп-тест. Убрали лица полностью, оставили одно окружение, ну, соответственно, задача по ушам определить один этот человек и разный. И что самое интересное, работает. Точность 94,2, это вообще прекрасный на самом деле результат для алгоритма того времени. Ну и, в общем, соответственно, когда мы разрабатываем этот алгоритм, в идеале мы бы хотели использовать весь контекст. Ну и, соответственно, как работают алгоритмы компьютерного зрения. На слайде это, скажем так, общий пайплайн, то есть работает все примерно одинаково. И разница заключается в том, что в каждом алгоритме, вот каждую из этих стадий заменяет свой алгоритм. То есть первая стадия, которая решена достаточно давно, это поиск локализации лица. Это очень старая задача, она решена очень хорошо, уже существуют там готовые либы, которые прекрасно с этим справляются, тот же самый дейлиб. Ну, в общем, это не особо интересная для нас задача. Дальше, соответственно, лицо каким-то образом нормализуется. И это на самом деле сложный вопрос, потому что нормализация, может быть, начинает простой, когда мы выравниваем цвет, переводим это к какому-то стандартному виду, размеру и все. Заканчивая достаточно сложной, как, например, мы дальше посмотрим, когда строится трехмерная модель лица, дальше на трехмерную модель лица натягивается, собственно, вот эта вот кожа, условно говоря, и дальше трехмерная модель лица разворачивается так, чтобы она смотрела прямо в камеру. Ну, то есть это такая достаточно комплексная нормализация. После этого по каждому лицу мы извлекаем какие-то фичи, классический пример фичи экстракшн. И вот здесь происходит обычно все самое интересное. И, соответственно, нам эти фичи нужно извлечь таким образом, чтобы у одного человека они были максимально похожи, у разных людей они были максимально разные. Ну, и, соответственно, дальше мы эти фичи можем использовать, можем, например, для верификации их использовать, а можем, например, использовать для поиска. То есть поиск вектором пространства достаточно стандартная тема. Ну, и, соответственно, первый алгоритм в нашем обзоре и один из последних, скажем так, пресс-последних алгоритмов, которые не используют нейронные сети, он называется атрибут e-semael classifiers. И в чем его идея заключается? Очень просто. Вот у нас есть, допустим, две фотографии. Для каждой из этих фотографий, вообще, в принципе, для фотографии человека, ну, начальные процедуры выравнивания лицо по центру, там, это все стандартно, поиск этого лица. Предполагаем, что мы работаем вот с такими фотографиями. Мы что делаем? Мы строим сет классификаторов. В простейшем случае классификатором что может быть? Например, классификатор того, это мужчина или женщина. Классификатор того, азиат это или не азиат, блондинка или не блондинка. Там, на самом деле, порядка 62 таких классификаторов. Ну, там внизу чуть-чуть их приписано. Male, white, shiny skin и так далее, там подобное. Цвет волос, туда может заходить, все что угодно. Каждый такой классификатор что из себя представляет? Мы берем классические компьютер-вижн-фичи, ну, то есть, там, что-то в духе гистограмма ориентированных градиентов или, там, просто гистограмма цветов или просто цвета пикселей в определенных зонах изображения. Приходилось с таким сталкиваться? Ну, на самом деле, это не очень важно сейчас для понимания алгоритма. Просто берутся какие-то простые хендмейт-фичи, которые работают с сырым изображением. Соответственно, для каждой такой картинки мы строим фичи. И дальше, вот, под каждый вот такой классификатор мы формируем трейнсет. Трейнсет там формировался что-то в духе 3000 положительных, 3000 отрицательных примеров. И, соответственно, строим при помощи SVM какой-то классификатор. И дальше, соответственно, под каждое изображение мы получаем вот такой вот вектор фичей, который нам говорит, каждый элемент этого вектора говорит о том, что там светлые волосы или темные у человека, там азиатумы или так далее и тому подобное. У каждого такого классификатора в отдельности у них accuracy получалось порядка там от 80 до 90%. Вот тут сверху есть ссылка всегда на статью, можно будет найти, почитать. И дальше, соответственно, мы берем вот эти два вектора и достаточно классическими методами, например, поисков в векторном пространстве, мы уже можем как-то человека искать. Ну, соответственно, ребята на этом не остановились, они пошли дальше. Они сделали так называемый Smile Classifier. А в чем его идея? Идея заключается в том, что мы попробуем каким-нибудь образом определить, мы возьмем рандомный сет людей и будем этот рандомный сет людей использовать как такие опорные, скажем так, вектора. То есть что это означает? Мы выбираем человека какого-нибудь R1 условного, да, это просто рандомные люди. Соответственно, у этого человека рандомного мы выбираем, например, несколько регионов, ну тут их четыре глаза, брови, нос и рот. И, соответственно, мы строим классификатор, который пытается по вот этим вот фичам, по каждой из отдельности, то есть мы строим классификатор, который фактически что делает? Он пытается по глазам узнать вас, отличить вас от других людей. Ну и, соответственно, в качестве базовых фичей используются те же самые классические компьютеры Vision фичи, в качестве, собственно, результата используются, ну, такой. Ну, то есть каждый элемент вот такого вектора, каждый простой классификатор говорит, насколько там ваши глаза похожи на глаза вот какого-то опорного человека. Соответственно, таких людей берем побольше, там их человек 60, что ли. Вот. В чем плюс по сравнению вот с таким методом? Если здесь нам нужна ручная разметка, да, то есть блондин, не блондин и так далее, то здесь нам такая разметка не нужна, нам нужно просто знать, кто где находится в тренировочном множестве. Ну и, соответственно, аналогично строим сет классификаторов, получаем какие-то вектора. Ну и вот, насколько я понимаю, это вполне себе реальные вектора вот для этого человека, для двух его разных фотографий, для синий и для красный. Ну и, в принципе, мы уже так даже глазами видим, что эти вектора достаточно похожи. Правильно? Ну и, соответственно, дальше поиск в векторном пространстве, мы получаем профит. Такой алгоритм дает 85,5% по accuracy, достаточно неплохой результат, но, как видите, достаточно далеко от того реального человека. Ошибок эта штука делает достаточно много. Ну и, соответственно, следующий шаг — это 2009 год. В 2012 год появляется алгоритм TomVisPety Classifier. В чем его суть? Что они делают? Первое. Ребята предлагают достаточно хитрую процедуру нормализации лица. То есть на первом этапе они делают так, что лицо становится вертикальным. То есть нос у нас должен быть по центру, скажем так, смотреть вертикально. То есть алгоритм простой. Мы находим ключевые точки лица. То есть, в принципе, для каждого лица алгоритмы, которые ищут эти лица, они также размечают некоторое количество ключевых точек. Ну, то есть там классическая реализация D-Lip, она размечает порядка 60 или 80, не помню точно, этих точек. Ну, соответственно, точки — это что это? Кончик носа, уголки носа, губы обозначаются. И при помощи этих точек вы, например, можете понимать, какая мимика у этого лица. Вы можете делать какие-то трансформации. Ну, то есть там маски накладывать, еще что-то делать. Ну, вот такие вещи. Можно использовать для нормализации. Ну, и, соответственно, на первом этапе мы выравниваем лицо вертикально. И дальше, соответственно, ребята хотят нормализовать мимику данного лица. Ну, и, соответственно, они берут... То есть у нас что есть? У нас есть опорные эти точки, и мы эти опорные точки можем расставить в какие-то дефолтные локации. Собственно, они пытаются это сделать. Обаме плохи от этого. Ну, то есть, как утверждается в статье, картинка теряет те фичи, при помощи которых мы можем распознать человека. Ну, и, собственно, первое ихнее там достижение — они предлагают какой-то хитрый алгоритм. Нам не особо интересен, не буду на нем останавливаться. Который позволяет достаточно ровно это сделать. Ну, вот мы видим, да, что в первом случае Обама там что-то говорил, тут у него рот закрыт. Вот в этом случае актер смотрел куда-то вверх и в сторону, тут он смотрит прямо на нас. В общем, никуда ничего не нет. Не поворачивается. Соответственно, после того, как мы нормализовали лицо, мы делаем интересную вещь. Мы строим набор, целый сет из нескольких тысяч классификаторов, каждый из которых называется Том против Пети. То есть, что у нас есть? Мы берем человека Тома, какого-то рандомного, мы берем человека Петю, берем фичи из предыдущей статьи, то есть они здесь email классификацию используют и атрибутную классификацию. И, соответственно, просто строим классификатор не Том против всех, а Том против Пети конкретно. И таких пар людей мы, понятное дело, можем нагенерить достаточно много, и, соответственно, таких классификаторов тоже достаточно много можем построить. Аналогичным образом по каждому человеку у нас появляется некоторый вектор, который говорит о том, какой классификатор, каждый элемент которого говорит о том, какой классификатор где сработал. Ну и дальше мы этот вектор можем использовать. Точность растет. В данном случае мы уже приближаемся к 93%. Уже достаточно неплохой результат. Алгоритм продолжает усложняться. И, соответственно, в 2013 году... Здесь у нас строится классификатор для каждой пары из двух лиц. А что если у нас в базе порядка ста тысяч лиц? Тогда этот алгоритм получается неприменим слишком много классификатора? Применим. Нет, смотри, тебе не нужно строить классификаторы по принципу «все люди против всех людей». Тебе достаточно построить, например, тысячу классификаторов рандомный человек А против рандомного человека Б. И дальше ты берешь человека. Этого человека вообще может не быть в базе. Ты пропускаешь его через этот классификатор, который тебе фактически говорит, на кого он больше похож, на Васю или Петю. Ну и, соответственно, ты получаешь несколько тысяч таких значений. И вот эти несколько тысяч значений уже формируют вектор, который можно использовать для работы с этим человеком. То есть самого человека в базе может и не быть. Хороший вопрос. Все понятно? Движемся дальше. Первый алгоритм появляется в 2013 году, который основан на нейронных сетях. Его делали какие-то непонятные китайцы. Этот алгоритм выбил скор 92,5. Это, в принципе, даже меньше, чем Том против Петя. Что они здесь делают? Соответственно, алгоритм у нас предназначается для задачи от аутентификации человека. То есть наша задача сказать это для двух лиц, сказать это одно и то же лицо или разные люди. Что они делают? Ну, во-первых, они берут сверточную нейронную сеть. Так, тут у меня ее нет. Ну, там, в общем, достаточно простая сетка с несколькими, с четырьмя, по-моему, свертками и макс-пуллингами. Вы же сверточную сеть все помните, да? Я вот тут слышал ключевые слова «Арелу». Вот, отлично. Соответственно, не будем углубляться. Соответственно, сверточная сеть у нас стоит вот тут, вот в этом квадратике. А каждая сверточная сеть на вход на самом деле принимает 8 пар изображений. То есть не одну пару, а 8 пар. И, соответственно, эти пары формируются у нас следующим образом. То есть мы берем человека А, человека Б, да? И дальше начинаем каждого человека поворачивать, зеркалировать влево-вправо. Ну, то есть они таким образом пытаются избавиться от вариативности, в какую сторону голова смотрит. Ну, то есть вот тут вот видно, да, что у нас вот первый человек там в первых двух картинках смотрит налево, дальше они его отзеркалили, теперь он смотрит направо. И задний человек, соответственно, аналогичным образом туда-сюда. Следующие четыре картинки А и Б меняются местами, и теперь уже, соответственно, девушка смотрит туда-сюда, ну и за ним понял парень. Понятна идея, откуда берется 8 входов? Ну и, соответственно, они используют некоторое количество, то есть используется не одна сверточная сеть, а несколько. Чем они отличаются? На вход каждое из них передается изображение, предобработанное определенным образом. Ну, то есть первая, например, нейронка кушает полное лицо, но при этом отцентрированное по глазам, да. Вторая картинка кушает полное лицо, отцентрированное там где-то по носу. Понятно, да, идея? Видите, она сдвигается. Дальше две аналогичные картинки, но переведенные в черно-белое. И дальше, соответственно, целый комплект по-разному кропнутых, отцентрированных изображений, ну, то есть какая-то глаза берет, какие-то нос, ну, то есть получается такой натуральный достаточно большой ансамбль, который на вход принимает пару изображений, трансформировано в целую кучу разных способов. Цветные, черно-белые и так далее, и тому подобное. Ну и, соответственно, над всем этим они ставят сеть, которая состоит из, по большей части, пулингов и РБМ-классификатора, в конечном итоге, который пытается ответить на вопрос, один и тот же человек это или разный. Вот. Соответственно, вот такой вот результат, не очень высокий, но, соответственно, первая попытка. Тем она интересна, что она первая. Дальше, соответственно, там, по-моему, еще был какой-то не очень интересный алгоритм, связанный нервными сетями. И в 2014 году Facebook выпускает статью про алгоритм, который называется DeepFace. Соответственно, и в нем они утверждают, что впервые мы достигли уровня качества, который позволяет человек, то есть алгоритм, распознать лицо с таким же качеством. Ну и, соответственно, что они здесь делают? 97,3, я напомню, это качество по укропнутой картинке, то есть без контекста, без ничего. То есть что они делают? Они находят точно таким же образом, как я уже рассказывал, ключевые точки изображения, и после этого по ключевым точкам, это ноу-хау ихнего алгоритма, они строят трехмерную модель лица. Соответственно, после этого на эту трехмерную модель лица натягивается шкурка, и, соответственно, вот эта трехмерная модель уже разворачивается в камеру нужным образом. Ну и, соответственно, вот они утверждают, вот у нас тут Сталлоне, куда-то там наклонена у него голова, они его натянули, и, соответственно, вот так вот красивенько развернули. Ну и для примера, да, они его развернули на 45 градусов, как это могло бы быть по-другому. То есть видно, что алгоритм, в принципе, работает неплохо. Ну и, соответственно, дальше что они делают? Они берут вот эту вот развернутую картинку, вот она, кропают исключительно лицо, то есть они как раз-таки убирают вот этот вот контекст, и из-за этого они не могут на самом деле сильно выше вот этой цифры прыгнуть, скорее всего, потому что это даже человек не может сделать. Ну и, соответственно, дальше у нас несколько сверток. И в конце стоит Softmax слой, который заточен на классификацию, кажется, 4 тысяч человек. То есть у них в обучающей выборке 4 тысячи человек, и нужно склассифицировать их по этому количеству. Что интересно? Интересно, что у них вот здесь вот стоит полносвязный слой, выход которого фактически формирует эмбеддинг. То есть каждого человека, даже которого не было в обучающей множестве, мы можем представить выходом вот этого слоя, да, некоторым векторным эмбеддингом. И этот векторный эмбеддинг уже используют для того, чтобы, например, искать там по базе людей там или еще что-то неинтересное с ним делать. Соответственно, дальше все подхватывают эту идею и начинают развивать. Следующий алгоритм — DeepID. Что они здесь делают? Соответственно, похожая идея. Мы берем лицо. Здесь они не заморачиваются с вот этими хитрыми разворотами. Они просто кропают по центру. Запускают это все в сверточную сеть, не сильно глубокую. И точно так же строят классификатор. С той только разницей, что здесь они обучаются на 10 тысячах человек. То есть уже 10 тысяч человек. Ну и, соответственно, получают даже чуть-чуть больше, там, на 0,1% качества. То есть, в принципе, на самом деле, что интересно здесь показывают? Вот эти все хитрые манипуляции с разворачиваемым лицом, трехмерным этим и все. Для кино круто. Для реальности, в принципе, не нужно. То есть, в принципе, нейронная сеть способна сама похожей манипуляцией, ну, виртуально похожей манипуляцией, осуществлять, да, чувствовать инвариантность. Ну и дальше, соответственно, чтобы повысить качество, ребята строят ансамбль из этих нейронных сетей. И ансамбль строится по принципу, похожему на первую статью, когда мы входное изображение берем в нескольких разных вариациях, ну, соответственно, по-разному кропнутое, увеличенное, и, соответственно, загоняем это вот в такую нейронную сеть. Соответственно, дальнейшее развитие практически следом, это все один и тот же 14-й год, выходит статья DeepID2, и здесь происходит качественный скачок. Качество у нас уже 99,15, это вплотную приближается к качеству человека. Что они здесь делают? Все остается примерно точно так же, как и в прошлый раз. Все такая же сеть, только здесь меняется лосс. То есть, если раньше у нас в первой нейронной сети лосс был заточен исключительно на классификацию, то есть вот этот вот, на идентификацию какого-то человека, то в данном случае мы еще добавляем дополнительный верификационный лосс. То есть, фактически, что он означает? Вот здесь он записан. Вот это if it и f житая, это вот эти вот самые эмбейдинги. Всем понятно, да, что такое эмбейдинги? Это очень важно. Это эмбейдинги для двух человек, и того, и житого. И, соответственно, y — это индикатор, это один человек или разный человек. Соответственно, если это один и тот же человек, мы хотим, чтобы эти два эмбейдинга в векторном пространстве находились как можно ближе друг к другу, логичная. А если это разные люди, то мы, наоборот, хотим максимально растянуть, развести эти вектора в разные углы, насколько это возможно. Вот такая простая логика. Соответственно, добавляется у нас верификационный лосс. В статье написано, как его можно перевести в формулу, в которой его можно оптимизировать. Ну и получается у нас вот такой вот скачок. 97,4 против 99,1. Профит колоссальный. Следом, в 2015 году у них выходит статья DeepID3. Тут они уже достигают качества 99,5. Но на самом деле основное, что они здесь делают, они делают нейронную сеть более глубокой, добавляют в обучение больше людей, увеличивают размер вот этого имбединг-вектора и на самом деле делают вот такую вот хитрую вещь, которая потом, ну скажем так, идея похожая на то, как устроены резнет-сети. То есть в чем проблема очень глубоких нейронных сетей? Проблема в том, что затухает градиент, и верхние слои ближе к входу нейронной сети уже сложно становится обновлять. Поэтому в резнете мы делаем шоткаты, такие замыкания, через которых у нас достаточно хорошо градиент просачивается. Здесь ребята просто в промежуточных слоях делали дополнительные выходы этой нейронной сети и ставили туда классификатор, то есть на человека. Ну и, соответственно, получается, через вот эти вот дополнительные вставки мы дополнительно инжектируем градиент в нашу сеть. И она получается лучше. Соответственно, вот такое вот получилось качество. Это уже, кажется, так, 99.53. Давайте сейчас отмотаем быстренько. 99.53. 99.2. Да, это уже переплевывает качество, на которое способен человек. То есть, в принципе, вот такая система, она распознает лица лучше, чем человек. И, собственно, ну, насколько мне известно, ребята наши русские из Fineface, которые сделали вот это знаменитое приложение, они, собственно, свое решение базировали вот на вот этом решении. Ну, они его, естественно, доработали, развили, адаптировали, там, пустили в продакшн. Это их заслуга. Они там и Softmax гораздо больше делают. То есть, где-то я слышал слухи, что у них Softmax делается на полмиллиона человек. То есть, такое серьезная штука. Ну, и, соответственно, последний алгоритм, который мы с вами рассмотрим, называется FaceNet. Его сделали ребята из Google. Вот. И это, в общем-то, практически топовый алгоритм. Ну, на сегодняшний день, на самом деле, там уже появилось некоторое количество новых алгоритмов, которые еще там выжимают милипипсы. Но это уже, на самом деле, практически, я думаю, пределы этого датасета. То есть, для того, чтобы дальше это все развивать, нужно уже переходить на какие-то большие датасеты. Соответственно, что они здесь делают? Первая, скажем так, революционная идея, которую они здесь предлагают, заключается в том, что они полностью отказываются от нормализации изображения. Ну, то есть, да, лицо мы отцентрируем, и все. Больше мы ничего с ним делать не будем. Не разворачивать, не поворачивать, не 10 картинок не делаем. Просто вот как есть картинка, кушай нейронная сеть. За счет чего мы будем достигать качества. Вторая ихняя идея, ну, в общем, как идея, обобщение того, что было все перед этим. Они говорят, что нам совершенно сине-фиолетово какая нейронная сеть стоит вот здесь посерединке. Общая концепция, общий, скажем так, pipeline остается тот же самый. На входе мы кушаем набор картинок, дальше нейронная сеть, нейронная сеть генерирует нам какой-то эмбэддинг, вот, и, соответственно, этот эмбэддинг мы уже обучаем нашим хитрым лоссам. И вот этот хитрый лосс — это вторая часть, скажем так, того, что они добили. Что интересно, ребята утверждают, что они обучали эту штуку на кластере из CPU, то есть не на GPU, а на больших-больших серверах. То есть, в принципе, само по себе удивительно, особенно в 2015-м. То есть тогда уже они, кажется, это... Ну и, соответственно, здесь они проресечили два класса моделей. Классическая Zeller и Fergus и Inception модели — это нейронки, которые продвигает Google. Сейчас дальше поговорим про лоссы. Сначала про нейронки. Что они сделали? Они обучили разные виды этих нейронок. И получилось разное качество. Лучше всего получилось на Inception с максимальным размером входной картинки. Ну, это они тем самым, наверное, хвалят свою архитектуру. Вот. Интересны вот эти две сети. А Mini Inception и Tiny Inception, они дают... Ну, Tiny Inception, конечно, плохо — 51% о Кьюрисе. А вот Mini Inception, он дает 82,4%. И отличительная особенность этой нейронной сети — то, что она помещается в оперативную память мобильного телефона. То есть вот эту сеть можно целиком засунуть в мобильник. Для этого они ее сюда... Она очень-очень маленькая. Я сейчас не помню ее конкретные параметры, можно подсмотреть. Но, в общем, интересно. Следующая штука — это Loss. Loss у них хитрый. Так называемый triple loss. То есть на каждом шаге обучения мы обучаем фактически не по какому-то одному, не по одному изображению, а сразу по трем, условно говоря. То есть в Loss у нас три лица находятся. Первое лицо — опорное. То лицо, которое мы сейчас хотим обучать, собственно, действительно, которого идут градиенты, оно у нас в картинке обозначается как X с буковкой A, Anker. И дальше к этому упорному лицу мы берем два его изображения. Одно лицо — это тот же самый человек, и второе лицо — это какой-то другой человек. И идея три полоса очень простая. Мы хотим, чтобы имбеддинги, которые у нас в итоге получатся, для одного и того же человека были максимально близки, а для разных людей они должны, соответственно, растягиваться. Соответственно, получаем вот такой вот Loss. Вот тут он внизу записан. Здесь все просто. Для одного человека это положительное, позитив. Для другого идет со знаком минус, соответственно, отрицательное. Ну и, соответственно, мы это дело оптимизируем. Пытаемся минимизировать. Что особенного они обучали? Ну, во-первых, здесь возникает вопрос, как генерировать вот эти триплеты. Понятное дело, что на всех триплетах обучаться нереально. У них и так, собственно, в обучении было несколько миллионов человек. То есть там гигантский датасет на... Где-то тут дальше было. Да, вот. Собственно, в максимальном его размере у них 260 миллионов картинок в обучении. Поэтому они придумывают хитрую процедуру оптимизации. Это то, что называется активное обучение. Про активное обучение, кажется, вам уже рассказывал. Здесь идея похожа. То есть что они делают? На каждой итерации мини-батча. Ну, условно говоря, отобрали какое-то количество людей. Мне кажется, 40 человек брали в вот эту пачку мини-батча. Для каждой опорной они в этом мини-батче ищут некоторое количество триплетов. Некоторое количество, вернее, негативных примеров, с которыми максимально сложно различить этого человека, который максимально близко к нему находится. Ну и, соответственно, ищут такое же количество положительных триплетов, которые максимально далеко от него находятся, которые надо приближать. То есть это идея активного обучения как раз-таки. Ну и, соответственно, на этом они обучают. Ну и, собственно, результат того, как это работает, у нас здесь что? У нас здесь в строках два человека, в строках они разные. Соответственно, ну вот смотрите, да? То есть она вполне себе неплохо, и, соответственно, цифра — это расстояние между двумя этими картинками. Соответственно, вот этого человека она вполне себе неплохо определяет, что это один и тот же расстояние, маленькое. А если пробовать вот так вот по вертикали, при том, что фон одинаковый, при том, что жуткие и ужасные условия освещения, да, видите? То есть на самом деле не факт, что человек хорошо вот конкретно в этих примерах будет решать задачу. Люди, в принципе, похожи. Но при этом нейронка вполне себе вытягивает, что это разные люди. Другой пример того, что они показывают, их алгоритм достаточно устойчив. Ну тут сразу видно подход гугла, да, то, что им приходится иметь дело с картинками из интернета. Они исследуют, как сжатие JPEG влияет на распознавание. То есть оно лицо, конечно, портит, но, соответственно, не радикально. И там уже, начиная с 20, а 20 это, ну, то есть если вы играли с JPEG, это еще уже достаточно плохое качество. Она, в принципе, выдает неплохую точность. Вот эта цифра 81, вы ее не путайте вот с этой цифрой. Вот эти все цифры, это на их внутреннем датасете, на котором они все это обучали. А это результат уже на общем, общеснажительном датасете. Ну, соответственно, здесь же они исследуют влияние, какого размера должна быть картинка. Ну, и тут, собственно, видно, что там, начиная с 25 тысяч пикселей, это достаточно маленькая картиночка. В принципе, дальше уже ничего не меняется. Исследуют размеры эмбэддингов. Ну, и видно, что эмбэддинга на 256 элементов вполне достаточно для того, чтобы точно описать лицо. Вот, больше не нужно. Исследуют размеры трейнсета. Ну, и тут, собственно, видно, что 260 миллионов. Как в свое время сказал, хорошо, мне очень понравилось Вова Гулина, не бывает плохих алгоритмов машинного обучения, бывают маленькие датасеты. Вот, и вот, собственно, ребята, вот здесь это хорошо показывает, да, соответственно. Переход от 2 миллионов к 200 миллионам драматически увеличивает качество. Ну, и, соответственно, примерчики немножко. Проектор плохо показывает, конечно. Соответственно, здесь парами в столбцах это разные люди, которых эта нейронная сеть признала за одного. Ну, и вот этого парня я бы, наверное, тоже в одну категорию бы записал, я бы тоже его не распознал. Ну, соответственно, какие-то человек вполне себе. Ну, вот тут я вполне способен увидеть, что это разные люди. И мне не очень понятно, почему она их записала в одном. Ну, а здесь, соответственно, false rejects, то есть, на самом деле, одни и те же люди, которые нейронка сказала ошибочно, что это разные. Ну, и, соответственно, видно, да, что частенько, ну, вот этот пример особенно тоже хорошо выделяется. Я бы тоже сказал, что это разный человек. На самом деле нет один. Ну, и напоследок, пример, соответственно, того, насколько вообще вариативно приходится, с каким уровнем вариации приходится работать нейронки, а здесь, значит, что это взяли датасет, и из него нашли все фотографии одного человека. Ну, и, собственно, пример, это вот все фотографии одного человека, и пример того, насколько он может быть разным, и при этом эта нейронка все еще определяет этого человека как одного и того же, да. То есть, сравнить вот эту фотографию, вот этим, попробуйте определить, что это один и тот же, или разные. Магия. Чистой воды магия. Работает лучше, чем человек распознает. Ну, и, соответственно, вот сводная табличка того, как это выглядело на момент, когда я писал эту презентацию. Там уже какое-то количество их добавлялось, но радикально именно в этом компетитившене уже ничего не меняется. Ну, и тут, собственно, видно транзишн от Deep Face, с его 97.35 до FaceNet, который мы сейчас с вами рассмотрели. И, соответственно, тут растет размер датасетов. При этом сложность модели уменьшилась, то есть в варианте FaceNet у них используется всего одна модель. Что здесь еще интересного? У них не используется Alignment, то есть это вообще, в принципе, тут единственный алгоритм, который его никак не использует. То есть кушает чистую фоточку на вход. Ну, и, в общем, показывает отличное качество с достаточно глубокой нейронной сетью, 22 слоя. Ну, и напоследок, соответственно, куда это все дело развивается дальше. Вот пример того, к чему приводят бедность в определенном смысле. Человек, какой-то китайец, исследовал вопрос того, а что же делать людям, у которых нет вот этих гигантских датасетов на 260 миллионов. Ну, и он, собственно, предлагает этот алгоритм под названием Frankenstein. То есть что он делает? У него есть небольшой датасет лиц. В этом датасете он находит лица, находит глаза, рты, носы. Эти носы, рты и тому подобные части тела он вырезает и подставляет на место других лиц, тем самым синтетически генерируя нового человека. И вот получаются какие-то вот такие вот товарищи, вот так вот они выглядят. И вообще, на самом деле, идея клевая. Это действительно помогает. То есть если мы посмотрим на результаты, то на исходном датасете у нас получалось 78,9. Качество, да, на вот таком синтезированном, тут уже 86, практически 87. Ну, собственно, профит налицо. И это, в общем-то, ключевая идея, которая используется практически во всех решениях с нейронной системой. Данные нужно максимально аугментировать. Но аугментация, она не ограничивается всякими разными вращениями, там, и скейлами, да. Она может быть достаточно хитрой, сумасшедшей, но, тем не менее, приносить профиты, вот как в этом примере. Вот, на этом у меня все.